В течение 2016 года тема о повышении пенсионного возраста периодически выходила в топ новостей. Прежде всего это связано как с количеством граждан, получающих пенсию, это около 30% всего населения, причем ежегодно цифра растет, так и со сложной ситуацией в экономике. Отодвигать планку планировалось постепенно. Другая идея – отказаться от выплат работающим пенсионерам. Напомню вам практику Советского Союза. Практика была такой. Возможность и работать, и получать пенсию предоставлялась в Советском Союзе только в тех секторах экономики и тем категориям работников, которых не хватало в экономике. Все остальные должны были выбирать или работать, или получать пенсию. Первыми под реформу попали госслужащие. С 1 января 2017 года для них начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. До 65 лет мужчинам и 63 лет женщинам. Речь идет о выходе на пенсию для государственных служащих, для гражданских служащих, муниципальных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности в различных структурах. Это наш парламент, то есть Государственная дума, Совет Федерации. Введение этой нормы повлечет за собой коррекцию некоторых положений законодательства, в том числе по срокам и порядку исчисления стажа. Накануне в СМИ появилась информация, что экспертное сообщество выступило за постепенное повышение пенсионного возраста. Для мужчин до достижения 65 лет, для женщин до 60. Согласно публикациям, процесс должен был начаться в 2019 году, но... Опровергаем информацию об обсуждении повышения пенсионного возраста. Вообще, Пенсионный фонд никогда не выступает с этим предложением повышения пенсионного возраста. Пенсионный фонд окончательно опровергла информацию о постепенном всеобщем повышении пенсионного возраста. Отмечу, в Бурятии проживают более 88 тысяч граждан в возрасте 65 лет и старше. Это 9% от общей численности населения в республике. То есть, каждая шестая женщина и каждый девятый мужчина сегодня в возрасте старше 60 лет. Как отмечают эксперты, государство не оставит попыток изменить пенсионную реформу. Необходимость пенсионной реформы назрела. Снижается доля работоспособного населения и уменьшается объем страховых пенсионных взносов, что, в свою очередь, создает дефицит бюджета. Вероятнее всего, что мы, наверное, в следующем году уже увидим, в каком направлении мы идем. Почему? Потому что, видимо, момент истины будет в 2017 году, когда станет ясно, либо мы распрощаемся с системой обязательного страхования Российской Федерации, либо же руководство найдет какие-то кардинальные способы изменения данной ситуации. В итоге государственным и муниципальным служащим до 2032 года старость продлят. Все остальные пока под вопросом. Наталья Китаева, Юрий Шабаганов. Первая альтернативная.